Видишь, начали мы за силу предков, а все-таки все ведет к тому, чтобы поговорить о современных технологиях. Давай я представлю тебя на моем канале. Теперь практикую вот такие вот форматы видео, где мы будем через Zoom общаться с суперкомпетентными специалистами в своем деле. И Ваня, давай я скажу свое видение тебя. Ты суперспециалист в крипте, в искусственном интеллекте, во всех нововведениях, которые выходят в чат GPT. И работаю асфальтовукладчиком. Это не важно, главное твои знания. Итак, давай, знаешь, что поговорим? Я бы хотел у тебя спросить. Вот искусственный интеллект сейчас вытесняет, я знаю, 700 человек уволили. Вчера вышла статья в Америке, и такая тенденция будет продолжаться. То есть те люди, которые сейчас имеют, условно говоря, графический дизайн, такие прикладные какие-то специальности, их просто будет за ненадобностью уводить с этих должностей, им что-то нужно будет учиться делать. Вот как ты думаешь, какие навыки вообще сейчас вот в этом современном мире, обществе полезно изучать или чтобы научиться применять их быстро? Вот твое мнение. Наверное, чтобы адаптироваться к текущей ситуации. Ну, слушай, я считаю, что то, что там кто-то кого-то увольняет, это все новости. Пока все очень сыро. И если мы затрагиваем тему искусственного интеллекта, возьмем графический дизайнер, копирайтинг и видеомейкинг и так далее, то это, получается, все равно люди, которые этим занимаются, им нужно просто уметь владеть нейросетями, чтобы скиллы свои тренировать. Если, допустим, графический дизайнер или копирайтер будет уметь пользоваться нейросетями профессионально, то, соответственно, его никогда в жизни нейросеть не заменит, потому что критическое мышление человека сложно заменить. Как бы нейросети, они еще очень сырые. Чтобы дойти до того, чтобы полностью заменить кого-то в бизнесе или в какой-то сфере, то это очень долгое время должно пройти. Пока это все бета-версии. Да, поиграться можно, как бы это интересно, но чтобы полностью заменить это, такого, я думаю, мы еще не увидим. Поэтому рекомендации, наверное, всем людям, кто занимается такими профессиями, которые якобы могут вытеснить их, то надо просто учиться свои скиллы тренировать с помощью нейросетей. Учиться ими пользоваться, интересоваться. Просто, ну, куча всего выходит. Даже там возьмем OpenAI. У них сейчас выходит нейросеть новая SORO. Люди знают. Это генерация по тексту изображения. Ну, конечно, качество колоссальное. Посмотрим, когда она выйдет, как это все будет уже на деле. Вот. И, ну, OpenAI – самая такая продвинутая все равно компания в этом плане. То, что делают остальные, это как бы, ну, еще слишком сыро. Вот они впереди пока всех. Окей. Смотри, вот мне теперь интересно. Давай плавно перейдем к валютам, которые на данный момент в современном обществе могут быть видоизменены. Я знаю, что мы в личном общении очень часто на эту тему можем спорить. Вот то, что мы понимаем, что раньше были монеты. До этого было какой-то там кусок серебра, золото. И вот виды currency, они постоянно менялись. Потом стали какие-то векселя, какие-то бумажные купюры. И вот сейчас мы приходим, то, что уже даже цифровые деньги на карточках, там, дебетовых, кредитовых, уже отходят на прошлое. И вот у нас из будущего наступает CBDC, Central Bank Digital Currency. То есть цифровая купюра доллара, рубля, там, иены. Цифровая купюра. Цифровое рабство наступает, я бы сказал. Вот я с тобой в этом плане согласен. Но вот очень много моих друзей из Казахстана на каких-то высоких должностях говорит, что их позиция, то, что это, наоборот, убивает коррупцию, то, что это все прозрачно, то, что это несет большие преимущества. Но вот как ты считаешь? Потому что это же очень двояко можно объяснить. Слушай, я вообще считаю, что это тоже не здесь и сейчас. То есть это опять разгоняет этот новостной фон. Да, это, с одной точки зрения, это уход от валюты. Это полностью контроль над людьми. Это вплоть до того, что можно программировать CBDC на, допустим, ежемесячное количество денег, которое ты можешь тратить. То есть автоматически у тебя будут списываться все штрафы, все твои нарушения и так далее, налоги. И, условно, могут даже сделать так, что эти CBDC на твоем кошельке будут иметь ограниченное время, когда ты можешь потратить. Да, я слышал. Поэтому тут это все тоже новостной фон разгоняется, но чтобы это все внедрить, это очень много надо сделать. Они вроде к этому идут, но, грубо говоря, Америка и такие крупные страны, там Америка, Россия, Индия, Китай, да, могут еще они… Но Россия вообще сомневаюсь, конечно. Они там исключительно сделали это для того, что сейчас торговать между странами, потому что у них столько санкций на них наложено. Поэтому для них CBDC и криптовалюта – это как обход санкций для международной торговли. Поэтому массовое внедрение. Но я думаю, люди все равно будут сопротивляться очень долго. И я даже не понимаю, чем можно их привлечь, чем завлечь людей, отказаться от наличности, чтобы полностью их перевести туда. Потому что все люди, более-менее, кто соображает… Конечно, таких мало, кто понимает вообще, что такое CBDC, зачем оно нужно. Но те люди, которые в этом понимают, они, наверное, будут до последнего сопротивляться. И тут еще есть тот момент, что есть криптовалюта, которая тоже мешает этому. Поэтому тут непонятно на самом деле. Словно говоря, вот ты садишься в такси, и у таксиста спрашиваешь в Казахстане, как ты относишься к тому, что у тебя в стране вводят Central Bank Digital Currency, цифровой тенге. И он такой говорит, а что это? Ну как, когда большинство, 95% не знает, что это такое как термин, как его функция? Как люди могут голосовать за это, говорят, ну да, наверное, это поможет моей стране. Что это такое, они не могут объяснить. Ну так ты же понимаешь, что в большинстве своем люди-то обычные, которые работяги, но они им все равно, им скажут, их просто принудят, и они как бы будут делать то, что им государство скажет. Там, допустим, накинут какие-то небольшие плюшки за это, скажут, вот у вас там будут скидки на что-то, если вы будете пользоваться CBDC. Ну так, я думаю, так и будет. Как в Китае. Грубо говоря, они пользуются CBDC, у них какие-то там кэшбэки, какие-то скидки и так далее. Ну вот так, я думаю, будут цеплять. Вот, ну, опять же, это все не приживется так быстро, поэтому я даже не знаю, как еще комментировать. Посмотрим. В любом случае интересно. В интересное время живем, поэтому дальше будет видно. Пока я не вижу, чтобы это все внедрилось так, как они говорят. Пока это только кусочками как-то. Знаешь, они сказать-то могут, но делать для них это второе. То есть они не понимают сами, как это все делать до конца. Ну вот, допустим, я знаю, что какой бы у меня вопрос не возник, я всегда, допустим, знаю, что я могу к тебе обратиться, и ты мне объяснишь, допустим, что такое блокчейн, чем отличие монеты от токена и так далее. И вот классно иметь в голове как минимум представление о том, куда мы двигаемся, об альтернативной системе оплат. Вот скажи, допустим, как много ты вообще посвящаешь изучению этого направления, там, крипты, каких-то новых проектов в день, чтобы иметь, вот, допустим, такие знания? Да, слушай, ну, весь день, наверное, все время я запомпал. То есть ты полноценно прям? Ну, конечно, да. Ну, это моя основная работа, поэтому приходится мне сидеть, читать, узнавать, обучаться. Ну, без этого, как бы, ничего не получится, в принципе. Крипта, она такая, сложный механизм, рынок вообще суперсложная вещь. Как бы люди, которые думают, что там, типа, легкие деньги, ну, это очень сомнительно. Вот, это быстрее ты потеряешь. Чего у меня и было на начальном этапе, это ошибки, как бы, которые потом ты сам исправляешь, шучишься на своих ошибках. Ну, на чужих ошибках научиться нереально, потому что только методом проб и ошибок. Вот, чтобы все понять, как работает, нужно покликать, самому мышкой пощелкать, зайти туда, там, потерять, тут приобрести что-то. Вот, поэтому, да. Не на раз потерял, зато навсегда запомнил, как это работает. Да, да, да. А так, ну, интересно, в любом случае, ну, крипта суперинтересная штука. Даже не с точки зрения, там, заработка, да, это, конечно, там шальные деньги тоже вводятся, и куча инструментов, на которых можно зарабатывать, и она развивается. Если мы, там, возьмем даже три года назад, то инструментов было, там, в десять раз меньше. Сейчас их огромное количество, просто изучай и пользуйся, и, в принципе, можно и зарабатывать хорошие деньги. Назови основные три, пять, которые ты видишь сейчас инструменты. Ну, направление инструменты, в принципе, DeFi сектор очень сильно развивается. Там есть и фарминги, стейкинги ликвидные. Можно просто предоставлять ликвидность в проекты, в децентрализованные биржи, где ты, допустим, даешь USDT или эфир в пул, и зарабатываешь там на спреде, люди пользуются, обменивают, твои вот эти используют деньги, которые ты предоставил для ликвидности в обмене, и ты получаешь какую-то комиссию с этого. Но это такой, этот механизм непростой, нужно углубляться, понимать, как это работает. В принципе, стейкинг – это аналог вообще банковского вклада, можно сравнить. Есть стейкинги прямо с хорошими процентами, ну, и риски тоже, конечно, есть, но просто нужно выбирать протоколы более-менее безопасные. Допустим, на эфире, в принципе, вообще без проблем можно стейкать эфир под 5-4-7% даже некоторых протоколов, поэтому это очень хорошо. В год 7%. И теперь выплачивают в эфире. Да, ты получаешь доход в эфире, если ты, допустим, смотри, на медвежьем рынке ты его стейкал, когда эфир купил по 1000 долларов, у тебя, во-первых, эфир уже 3x отдал, потому что он сейчас 3,5 тысяч стоит, и ты еще плюс 7% в эфире зарабатываешь. Это как бы… А по какому курсу ты зарабатываешь? По фиксированному, когда 1000 долларов ты клал? Нет, нет, там курс не важен, ты зарабатываешь количество эфира. Вот, он конвертирует уже по курсу, по которому на текущий момент. Вот, в принципе, ну, инвестирование в долгосрок тоже неплохая вещь, купил и забыл. На фьючерсах торговать вообще никому не рекомендую. Это лудомания, это казино. Вот этот инструмент… Малолетов постоянно постит. Пепе, Бонг, на фьючах у него какие успешные сделки. Ну, слушай, нет, ну, он как бы… Если ты умеешь это делать, то это не каждому дано просто. Ну, у кого… Мне кажется, трейдерам нужно родиться. Это должна быть психика соответствующая, это ты ментально должен силен быть, и терпение. Ну, короче, там все в совокупности, и плюс у него огромный опыт, и как бы он, видишь, умеет торговать. Главное соблюдать риск-менеджмент, но это тоже важно. А так, в основном, люди же торгуют из-за жадности, потому что большие плечи, типа, огромный заработок, но по факту биржи все это видят, когда ты заходишь с 20-м плечом, и тебя ликвидировать туда-сюда 2 тысячи дал на монете, и все, и ты пошел занимать деньги еще, чтобы отыграться. Ну, это чисто казино. Если ты торгуешь правильно, то там можно зарабатывать, но это точно не для меня. Вот. Аирдропы очень сильно словили хайп в этом году, ну, она, в принципе, я уже сколько этим занимаюсь? Ну, наверное, года 2-2,5. Аирдропы, я вот даже сам, у меня очень смутное понимание. Аирдропы – это, допустим, вот проект делает какой-то продукт свой, ну, неважно, там, кошелек, биржа, или блокчейн первого уровня со своей экосистемой. Вот. Вот они запускают кампании под названием Аирдропы. То есть они ничего не обещают, они делают всякие разные задания, тебе выкатывают гайд, ты по этому гайду выполняешь задания, тестируешь их в блокчейн, допустим, переведи туда-то столько-то монет, туда-то столько-то монет, просто гоняешь транзакции, в общем, тестируешь их продукт. Вот. В принципе, ну, если проект хороший и там инвестировано большое количество денег от крупных инвестиционных фондов, то они зачастую дают и дают хорошо. Грубо говоря, по затратам, ну, получается, не так много, если ты делаешь там мультиаккаунтами занимаешься, то это вообще прибыльная штука. Допустим, сейчас Старкнет раздавал Аирдроп, в среднем получилось, ну, если ты минимальной активности делал, это 550-650 монет на кошелек, в принципе, это там 1800 долларов на один аккаунт. За какое время? Это год. Но это один аккаунт, причем, да, есть фермы, кто делает там по тысяче аккаунтов и больше. Слушай, ну, это уже классная модель. Ну, это классная модель, да, но тут просто руками ты столько аккаунтов не сделаешь, в принципе, ребята работают с помощью скриптов, то есть софт у тебя автоматически запрограммирован и он у тебя крутит транзакции и тестирует автоматически. Ты закидываешь туда эфир и у тебя он гоняет. Вот, я в силу того, что не не только этим занимаюсь, вот, я делаю там, у меня пять-шесть аккаунтов своих я руками делаю, вот, поэтому, ну, у меня где-то получилось там, ну, в районе от 800 до 1600 монет на аккаунт. Грубо говоря, неплохо, я часть продал, часть оставил, потому что, ну, я уверен, что стартнет хорош проект и будет еще расти, вот, поэтому, в принципе... некоторые монеты, которые, допустим, вот я покупаю, а ты говоришь, я их даже не покупал, тебе вот так вот в аэродропе, да, раздают на начальных стадиях и ты их прям с самого начала холдишь по минимальной цене получается. Ну, они получаются, да, они по минимальной цене, вот, в принципе, на один кошелек стартнета я потратил где-то 200, 250 долларов всего и получилось там, ну, хорошая прибыль получает, где-то 20 тиксов даже больше, на аккаунт. Да, но тут, я же говорю, тут может быть так, что, ну, бывали такие моменты, что проекты говорили, что намекали, что якобы дадут, а по факту не дадут. Но, вот, то, что я делал, в принципе, сколько, пять проектов хороших и давали хорошие дропы, вот, Arbitrum, это Aptos, Starknet, Manta, вот, это самые такие, потом, Arham, ну, короче, достаточно проектов, на которых можно зарабатывать, вот, тоже такое прибыльное направление, но сейчас, я думаю, что в этом году выйдут все самые крупные проекты, которые все ждут, и я думаю, что будет небольшой спад, потому что, ну, сложно будет их уже перебить, но хотя это такое сугубо личное мнение, может быть, и они также продолжат, потому что это для проекта отличный инструмент маркетинга, то есть тысячи людей, пусть даже это, ну, тысячи людей, плюс у каждых этих тысячи людей, мультиаккаунтов еще по тысяче, они делают статистику для фондов, чтобы они показывали, что там, вот у нас 5 миллиардов транзакций, допустим, в протоколе, вот, для них это важно, но по факту, как бы, 50-60% это все накрученное. То есть можно вопрос сразу, вот, из своего явления вытекает, вот, если я захожу на какой-нибудь крипторанк или коин-макеткап агрегаторы, которые показывают там параметры, каких-то взаимодействий криптопроектов, по сути, если ты говоришь, что вот эти вот вещи, вот так вот раздуваются, как пузырь, там нельзя верить, да, что 100% это правда. То есть, возможно, там 60% от этого, как ты говоришь, да, является реальными цифрами. Не, ну, ты тут сравниваешь с проектом, который уже вышел в рынок и который еще не вышел, это две разные вещи. Тут, если проект уже в рынке, там нет уже ботов, которые, допустим, крутят объемы, но все равно капитализация проекта, она, да, на нее, как бы, она, ну, может быть и правдивая, но я бы на нее не застрял бы внимание, потому что там, ну, манипулятивные представляющие проекты тоже очень развиты в крипте, поэтому фонды могут такие вещи творить, что нам даже не снилось. Вот смотри, разница, вот почему я сталкиваюсь, я пошел, допустим, на крипторан, смотрю капитализацию, допустим, Апекса, у него там на крипторанке 100 миллионов капитализация долларов, а на коинмаркет кепе 300 миллионов долларов. Вот как это, возможно, три раза сотни миллионов долларов разнится один и тот же проект. Кому доверять ей? Ну, ты чуть напутал, там другие данные были, но не суть, там в цифрах. Я тебе объясню, крипторанк, он как бы ни от кого не зависит, а коинмаркет кап, это, в принципе, продукт бинанса, поэтому Апекс, прямой конкурент бинанса, потому что это байбит, а байбит прямой конкурент бинджи финанса, поэтому они... Могут палки в колеса вставлять. Ну, конечно, да, и команда Апекса много раз стучалась к ним, они там кое-как вот вроде бы переделали, но бывает такое, может быть, забыли, а может, специально, но это такие нюансы, короче, которые могут быть. Слушай, круто, а вот еще такой вопрос, вот я вот буквально три дня назад, да, или четыре дня назад, когда биткоин был, сколько, вот в стандартных значениях, там, около 50 тысяч, да? Стандартные значения. Время, на данный период, мы уже там за неделю, за две. Я понял, да, там проторговались, там долго. Да, 150, грубо говоря, около 50, и тут я смотрю, Майкл Сейлор выходит новость, купил 3000 биткоинов, да? Я такой, у меня в голове, что за бред? Ну, он вроде как бы вырос, зачем ему покупать на 50, когда он до этого покупал, там, 30 было, 33, да? И тут бац, проходит три дня, и вот смотри, биткоин 64. Не кажется ли тебе, что это инсайдерская информация один в один? Ну, как это возможно? На 3000 биткоинов зайти, и через два дня он у тебя плюс столько процентов. Как это возможно? Как тебе объяснить? Я же говорю, рынок крипты, он очень сильно манипулятивен. Вот, большие игроки на рынке, они есть, большой капитал, который, наверное, владеет большей частью рынка, и не только биткоином, но и всеми криптовалютными крупными проектами, поэтому они могут творить все, что угодно. Ну, вряд ли он, как бы, рассчитывал на то, что он, ну, им это не нужно, то есть он купил 3000 битков, я сомневаюсь, что он их продал сейчас, прям так, когда цена дошла до 64, поэтому тут бы было бы известно, это же отслеживается, можно посмотреть этот кошелек, если он куда-то их переводил, даже не смотрел, если честно, то, как бы, да, может быть, он их продал, но это просто такое совпадение, вообще просто рынок, тренд рынка сейчас явно растущий, и после принятия биткоин-этф, вот, как бы, рынок достаточно на хорошем подъеме, но еще, как бы, драйвер рынка таков, что за период бычьего цикла, который длился два года, ой, медвежьего рынка, который длился два года, люди уже отвыкли от прибыли, то есть люди не верят, что там рынок может расти, всех приучили к тому, что он может падать долгое время, и люди на протяжении вот с 16 тысяч до 48 вообще не верили в рост, они шортили, шорт это... сейчас опять вниз пойдет. Да, 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 но по технике, если мы возьмем технический анализ, то слом медвежьего тренда на бычий состоялся только после закрепления биткоина над 48 тысячами, то есть вот он закрепился и произошел слом тренда на бычий, вот, поэтому люди начинают немного настроение свое переворачивать на рост, а до этого как бы это психологическая такая штука, трейдеры всегда шортили и на их шортах рынок и рос, потому что это как топливо, вот, поэтому они думали, что будет рынок падать, но им этого никто не давал, все ждут коррекции какой-то, но как бы рынок... ну, всем это видно, тем, кто управляет рынком, и все видно, кто куда встает, сколько позиций набрано в лонг, в шорт, это же статистика не для нас, это статистика для крупного капитала, который все видит, поэтому они захотели, они видят, что накопилось миллиард, можно вытряхнуть? Вчера, да? Вчера, вчера, за 24 часа миллиарда ликвидировали просто, это и на лонг, и на шорт? Да, да, ну, смотри, просто, я же говорю, лудомания, она штука, это штука азартная, вот, допустим, биток с 63 начал расти, и люди начали залетать в лонг позиции с большим плечом, там, 30, 40, 50, 100, в расчете на то, чтобы забрать это микро, какое-то микродвижение, но сразу их охватили, их пыл, и тут же скинули на 59, и тех, и тех ликвидировал, но это стандартные, биржи так зарабатывают, в этом ничего нету, они этого не скрывают, поэтому торговать очень сложно, вот, поэтому надо иметь стальные нервы. Давай приведем параллель, вот, мы тестили алгоритмических ботов на криптобиржах с плечами и на споте, и тут, по сути, супер непонятно, потому что вот такая бешеная волатильность, а есть, допустим, активы, условно говоря, у которых маленький спред, то есть, там, евро-доллар, да, вот такие фундаментальные валюты, которые между собой плюс-минус не так, не так сильно разнятся, если только какой-то черный лебедь не случается, и, допустим, доллар уходит выше евро, да, из-за каких-то новостей, вот на этих активах, мне кажется, с плечами можно какие-то параметры настройки выставить, ну, то есть, уменьшить фундаментальную степень риска только тем, что у них спред между собой маленький, потому что на крипте, ну, супер ничего невозможно предсказать, а есть актив, который уже много лет работает, и там есть какая-то математика, какие-то, ну, какие-то грани, да, верхние и нижние процентах. Ну, вот я, я просто у тебя, да, хочу спросить, вот что, помимо, ну, ты считаешь, что вот в крипте есть какие-то определенные законы, но вот ты, помимо крипты, что еще похожее там рассматриваешь, как возможность пассивного дохода? Ну, в любом случае, надо диверсифицировать риски, вот, ну, вот как ты сказал, есть, торговые боты, валютные, можно их использовать. На самом деле, ну, ты же используешь боту, ты тестируешь, у тебя, в принципе, есть уже доход по ним какой-то. Я, если честно, ну, как бы не тестировал, не знаю, но я уверен, что на валютных парах можно зарабатывать достаточно стабильно, просто нужно понимать, как они работают, математику, и, в принципе, если ты знаешь, как работают настройки, ты их протестировал, то, соответственно, я думаю, что там можно зарабатывать. И там просто, да, ты правильно сказал, там риска намного меньше, можно оперировать большими суммами, просто будет заработок не такой, наверное, как в крипте. Ну, допустим, вот, как ты мне рассказываешь, вот я, допустим, рассчитываю, если у меня 10% прибыли в месяц, это вообще хорошо, там, бывает 18, 20, 22, это просто шикарные месяцы, когда, ну, типа, супертоп, все, больше 20%, это, наверное, ну, супер невозможно, или критично для того, чтобы тебя ликвидировали, а в альтах, условно говоря, ну, вот, некоторые, которые мы с тобой обсуждали, можно ждать, там, 5x, 10x к депозиту, то есть, я могу зайти меньшим депозитом и получить большую прибыль намного. Ну, и потерять можно, конечно же, тоже. Ну, слушай, я же говорю, тут самое важное понимать цикл рынка, стадию рынка, то есть, вот была стадия, условно, медвежьей, медвежьей фазы, когда ты куда не зашел, у тебя будет просадка, ну, потому что рынок, не на чем расти рынок, а когда начинается рынок восстанавливаться, то, соответственно, там, хорошие проекты, которые ты проанализировал, опять же, не у кого-то ты услышал, а ты сделал собственный анализ, посмотрел все метрики и, там, технологии, команды и так далее, короче, все-все-все проанализировал и принял решение, что этот проект есть, у него перспективы, он может там вырасти, то ты в него заходишь. Опять же, даже в любой хороший проект в крипте есть риски, может что-то пойти не так, есть куча примеров, когда проект с хорошими инвестициями, якобы с хорошей технологией, но в команде что-то пошло не так, что-то произошло, и проект со скамилс, такое тоже бывает. Я же говорю, нужно понимать, да, цикл рынка и куча монет, но куча монет есть таких, о которых вообще никто не знает, и которые дают десятки иксу. Допустим, возьмем там сектор искусственного интеллекта, я считаю, что это самый грандиозный пузырь, который будет надут в этом цикле, потому что... Пузырь, ты имеешь в виду, мы можем в этом пузыре заработать еще. Конечно, да, главное вовремя успеть выйти, вот, это самое важное. Пока он не ловлен. Самый глобальный пузырь, который будет надут, и я думаю, там десятки иксов будет в проекты, просто нужно выбирать правильные проекты. Вот. И, допустим, я там на свой страх и риск зашел в проект, игра, связанная с искусственным интеллектом, вот, грубо говоря, она за месяц дала там 250 процентов, как бы чуть меньше, даже чем в месяц. Ну да, она могла больше, как бы вот сейчас я из нее вышел, полностью, она уже куда-то еще полетела выше, но в таких монетах сложно усидеть. Это, как бы, лучше забрать свое, и с бесплатными монетами можно сидеть, ждать дальше. Как бы, в любом случае, самое важное в крипте, если у тебя проект сделал, неважно, хороший он или плохой, хотя бы 100 процентов, то желательно свои деньги забрать, а уже с профитом сидеть и ждать дальше. Это как бы, это как бы правильно на рынке. Но, опять же, надо смотреть по рынку, если динамика рынка, сильный рост, и как бы все говорит о том, что все будет расти, то можно и при двух иксах начинать вытаскивать своих, а там уже смотреть. Окей, прикольно. Интересно. Слушай, ну а может быть, ты тогда, я понимаю, что сейчас, наверное, люди, которые смотрят нас, все-таки ждут, пока ты озвучишь какие-то там, вот, в искусственном интеллекте, монеты конкретные, либо в еще каких-то направлениях, или, или ты считаешь, что так нельзя делать? Да не, я считаю, что, ну как бы можно озвучить их, но просто покупать их нельзя сразу, вот я озвучил, или кто-то озвучил, и бежать покупать, но рынок уже довольно-таки неплохо отрос, поэтому, что-то сейчас покупать, это надо выбрать, смотреть, насколько выросло, и будет ли оно расти дальше, вот, в принципе, можно назвать из каждого, в каждом секторе по одной монете, допустим, из DeFi сектора, там из сектора искусственного индиректа, из гейминга, GameFi, из блокчейнов, и, допустим, из экосистемных проектов, допустим, из эфира, вот, ну давай возьмем, первое, это у нас DeFi, пусть будет, я бы обратил даже внимание на два проекта, которые у меня в портфеле есть, это DYDX, это деривативная биржа, в принципе, прямой конкурент любому сексу, централизованной биржи, весь инструментал точно такой же, то есть и фьючерсы, и спотовой торговли, все-все-все есть, но там нету KYC и верификации, ты подключаешь свой MetaMask или любой другой кошелек и торгуешь без представления своих документов, очень удобно, ликвидности много, вот они сделали приложение на телефон, так что очень удобно, капитализация тоже не сильно большая, фонды сидят крупные, я думаю, что там потенциал роста хороший, вот, это первый проект, но, опять же, не стоит его покупать, сразу проанализируйте, если не умеете анализировать, ну, хотя бы тогда учитесь, как это делать, почитайте информацию, вот. Второй проект, ты уже про него сегодня говорил, это Apex, ну, ну, сразу скажу, что я о нем услышал, вот, от Малолетова, Малолетова, и решил посмотреть, что за проект, и оказалось, что проект настолько хороший в плане продукта, что я им пользуюсь ежедневно, я торгую, ну, так чисто играюсь, потому что у меня в стейкинге лежат монеты, вот, там, во-первых, стейкинг очень крутой, он зависит от того, чем дольше ты держишь свои монеты в стейкинге, у тебя процент от этого растет, плюс, если ты выполняешь, пять раз в неделю торгуешь, можно просто открывать, закрывать сделку тут же, без потери, вообще, там, ну, на комиссию копейки потратить, то у тебя там плюс 0, ну, можно с плечом 1x, даже там, как бы, ты не успеет, цена ничего там, никуда пойти, и условно, у тебя каждый день прибавляется по 0,5%, а центов тоже там неплохо получается, и доход выплачивается, да, каждый день, и получается, доход у тебя выплачивается в USDC, то есть, это вообще круто, в долларе, да, вот, и плюс еще стейкинга в том, что ты можешь деньги забрать сразу, нет никакого локапа периода, то есть, ты положил, можешь в этот же денег забрать, они тут же тебе придут на кошелек, это, ну, как бы, для стейкинга это огромный плюс, вот, в принципе, проект очень сильно развивается, капитализация вообще смешная, 100 миллионов, у фондов разлоки только впереди, залистим только на одной бирже, на BayBite, поэтому там еще плюшек, если будут листиться на каких-нибудь корейских биржах или еще где-то, то монета улететь может на 100% буквально вот период объявления новости о листинге, поэтому я ее держу тоже, большие надежды. Возьмем GameFi сектор, ну, тут, на самом деле, разгуляться вообще можно много куда, но я бы выделил два проекта, которые мне нравятся, которые я сам тестировал, играл, вот, это BigTime и Shrapnel, это два шутера, которые очень сильно форсятся в Твиче, там постоянно в Твиттере их постят, то, что в них много людей играет, огромное количество пользователей у них, тоже крупные фонды, тоже впереди разлоки, еще разлоков не было, капитализации маленькие, ну, и самое главное, что в игры играют, не просто какая-то игра неинтересна, это реальная игра уже на миллионы пользователей, вот, в принципе, что там еще у нас, ну, искусственный интеллект, я бы выделил, наверное, но тут тоже можно столько проектов выделить, что не угадаешь, какой больше вырастет, но так как я заметил такую тенденцию, что вот именно в секторе искусственного интеллекта проекты растут сразу пачкой, допустим, есть Render Token, есть Fetch, есть Agix, есть World Point, и кто там еще, ну, этих достаточно даже, вот они растут сразу, если начинает расти один, за ним идут все сразу, какой-то меньше, какой-то больше. Ты же можешь на CryptoRank выделить вот сектор AI? Да, да, выделяешь сектор и смотришь, проект, ну, CryptoRank вообще DropStack, и CryptoRank очень такие, самые, наверное, лучшие сервисы для анализа проекта, там можно токеномику посмотреть, разлоки у фондов монет, то есть, ну, все-все-все-все, всю статистику. Конечно, много сервисов для другого анализа проектов, но, как бы, эти основные можно выделить для новичков, в принципе. Вот, ну, в принципе, я думаю, достаточно монет. Так, а ты еще не экосистемные какие-то? А, экосистемные, ну, слушай, вот в эфире мы возьмем, Layer 2 на эфире, это, в принципе, все проекты, которые за ростом эфира будут идти. Это Оптимизм, Оптимистик Ралапы, это Арбитрум, это ликвидный стейкинг на эфире, Лидо, сейчас выходит, там, Eigenware, проекты, еще пока не вышли, Зена, Бласт, ну, короче, куча проектов, которые, ну, вот, кстати, ликвидный стейкинг, это тоже новый тренд, который будет стрелять хорошо прям, и... А как он работает, я не понимаю, ликвидный стейкинг? Ну, стейкинг, просто протокол стейкинга, где ты свои эфиры стейкаешь под процент. А кто обеспечивает тебе выплату процентов? С дохода выплачивается, с дохода протокола. Окей. Ну, в принципе, да, гейминг назвал, AI, экосистемные, DeFi, ну, да, круто, круто, слушай, ну, опять же, классно, что ты говоришь, нужно зайти, посмотреть различные таймфреймы, посмотреть, какие вообще были all-time high, какие были значения, чтобы понимать вообще, какую сумму туда занести, да, потому что ответственность не на тебе, не на мне, и не на каких-то советчиков, а всегда на человек, который принимает в данную секунду решение, там, конвертнуть или поменять фиат на крипту, правильно? Да, да, ну, все-таки правильно говоришь, но смотреть на графики, там, не рекомендую, так как технический анализ, на самом деле, в крипте, это как астрология, гадание, вот, поэтому, на чайной гуще, прикольно, слушай, ну, вот, сколько ты думаешь, я уже получил советов на пять тысяч долларов, есть какие-то, может быть, еще по крипте, а, вот, что я хотел спросить, такой основной вопрос, который мучает всех, вот, условно говоря, он у нас в алгоритмических ботах, в валютных парах так же актуален, вот, если завтра, или там, вот, во-первых, когда ты считаешь, крипта зарегулируется, и когда будут, в каких промежутках времени, примерно, возможно, регуляция, возможно, уход в CBDC, то есть, есть же вариант, что доллар уйдет, есть вариант, что валютных пар не будет, что крипты больше не будет, на чем нам тогда торговать, на чем делать иксы, ну, я понимаю, что это супер, ничего не будет, мира не будет, Америки не будет, все пропало, мы, вообще, начали создавать свой новый мир, свой остров, поэтому всех будем там и ждать, когда ничего не будет, даже на Сальвадор, или Маврикин, миллион долларов инвестируешь в Сальвадор, и тебе гражданство, поэтому welcome, слушай, ну, ну, так просто, конечно, миллион долларов, это же просто для всех, слушай, ну, по регуляции скажу так, что, смотря на рынок, так скажу, чтобы люди, которые там увидят, ну, наверное, это не будет, какое-то большое количество, но все же, люди, которые это увидят, рекомендую не обольщаться рынком, потому что, я так думаю, что это не, это не здоровый, бычий рынок, это, скорее всего, масштабная манипуляция, ну, на мой взгляд, поэтому я бы сильно не обольщался бы, да, рост какое-то время еще продолжится, но я ожидаю, что во второй половине 2024 года прилетит какой-то черный лебедь, может, в виде регуляции, может быть, геополитический, какая-то там еще у нас война начнется, ну, в общем, вторая половина 2024 года, я думаю, что будет такая, на тоненького, я бы сказал, поэтому нужно быть осторожным. Лето, лето получается. Нет, я думаю, что вот с сентября по декабрь, вот в этот период, поэтому надо быть осторожным, если вы, допустим, будете инвестировать в крипту, если у вас будет до этого момента какой-то профит, то хотя бы забрать вложенные деньги, потому что, ну, нельзя будет, это уже, как бы, как сказать, опасно будет сидеть полночь в крипте, поэтому, вот это время, второй полугодии 2024 года будет такое. Сейчас посеет жадность на рынке, уже она начинается, людям зашорят глаза зелеными палками вверх и ростом, а это будут цифры на экране, поэтому в экранные циферки влюбляться не стоит, нужно всегда забирать деньги, потому что рынок, он как дал, так заберет в два раза быстрее, поэтому, если даже вы успели заработать, не рекомендую вам сразу, если вы даже после того, как вы заберете деньги с рынка, вы увидите, что рынок куда-то полетел дальше, расти, не рекомендую вам заходить, потому что быстро рынок у вас эти деньги отберет, будете сидеть потом жалеть. Такой совет помнишь основной, типа, когда получил прибыль, выводи ее в реальную, какой-то актив, в реальный ассет. Да, это тоже вот одно из самых важных, если вы успели заработать, не важно где, будь то акции, будь то крипторынок, или там любой вид инвестирования, где вы успели заработать, и вытащили деньги, рекомендую их конвертировать в фиат, и переждать какое-то время в фиате, в долларе, швейцарский франк, евро, но не рубли. Не надо здесь нам давать советы. Рубль, рубль, блядь, российский, это крепкая валюта. Цифровой особенно, диджитал. Смотри, вот теперь у меня такая мысль возникла, вот если ты, условно говоря, в крипте много-много заработал, тебе повезло, ты в правильное время вышел, и случилась регуляция, да, когда-то, и ты, получается, потерял инструмент, ну, который ты компетенцию свою наращивал. Будет ли у тебя, вот какие альтернативы, то есть я понимаю, что ты купил там машину, дом, вывел деньги, классно, молодец, но если инструмент, вот, как крипта, как криптопространство уходит, как ты дальше будешь, допустим, зарабатывать, потому что, смотри, это я вот не в сторону чью-либо говорю, я говорю в то, что, вот, в чем отличие между инвестицией в криптой и инвестицией, допустим, в валютные пары, на каких-то роботов, то, что кто-то будет существовать дольше, кто-то будет, ну, капитал будет перетекать из одного состояния в другое, даже если, допустим, опять же, крипта уйдет, у тебя есть что, как ты будешь работать с этим опытом, со знаниями дальше, вот, в валютных парах уйдет доллар-евро, придет там булочка-круассан, ну, другая ценность, чем люди будут обмениваться со, с такими же там спредами, да, разницей, ты как бы найдешь применение своей, своей компетенции, вот, что тут, вот, ну, скажи людям, чтобы они понимали, заходя в крипту. Ну, я тебе сразу скажу, что крипта-то никуда не уйдет, регуляция-то не означает, что крипта уйдет, просто уйдут проекты, которые не нужны рынку, а регуляция-то будет оздоровление рынка, когда останутся самые хорошие, самые перспективные проекты, ты знаешь, крипта-это уже не просто какой-то, не знаю, там, маленький рынок, он достаточно большой, он развивается, это огромный инструмент, масштабный, огромный инструмент для зарабатывания денег, и он никуда не уйдет, просто регуляция вычистит с рынка проектов куча, кто-то пройдет через регуляцию без потерь, кто-то заплатит штрафы, вот, и рынок просто не будет приносить таких колоссальных процентов, но так же будет все расти, так же будет все падать, будут циклы, будут проекты выходить, просто будут работать по установленным правилам и нормам, которые, в принципе, должны быть, но насколько эта регуляция будет правильной, это тоже вопрос, просто, как мы уже на истории видим, что любое государство, оно не создано для того, чтобы решить проблему в пользу людей, оно решает проблему в свою пользу, как им удобно, они могут просто обрубить на корню, как бы закрутить сильно гайки и крипта может быть никому не интересна, такое тоже может быть, ну, все может быть, но мое мнение, что крипта, как инструмент, не умрет, она всегда будет, будет только развиваться, просто если бы не было бы у нее перспектив, и крупный капитал же, ну, знает больше, чем мы явно, если бы они знали бы, что нету перспектив у крипторынка, то туда бы такие деньги не вливались, а деньги туда вливаются каждый год все больше и больше, тот же искусственный интеллект появился, ну, в крипте это как бы тоже дает ему жизнь, и куча проектов новых выходит, придумываются новые технологии, там, ну, короче, крипта будет жить. это все связано теперь, это уже сложно. Конечно, это сложный механизм, это рынок, он никуда не уйдет, будет всегда работать, просто будет работать теперь, надо будет отчитываться, то есть раньше ты мог купить крипты и заработать с нее миллионы и вывезти, никто ни об этом не узнает и никто ничего не спросит, то когда будет регуляция, то тебя сразу даже за те деньги, которые ты зарабатывал, тебя спросит, вот, дружок. находишься, ну да, если ты аккаунт делал на человека, который уже нет в живых, то да, вопросов не будет, а так, как бы, они могут и из могилы достать, сто процентов, американские. Слушай, да, поэтому, просто, если заработали хорошие деньги в крипте и выходите из рынка, то рекомендую апелляции, то есть, ну, выходить по-правильному, не через какие-то левые обменники, а выходить, платить налоги и подтверждать, если спросят, откуда у вас деньги. То есть, если у вас этого нету, то у вас будут, возможно, большие проблемы и государство только это в плюс, потому что, если они только заподозрят какую-то проблему, ну, для чего вообще делается регуляция? Для этого и делается, что крипта, она же всегда была такая, что ты там, там, туда засунул, там заработал, серые деньги, черные деньги там крутятся, люди колоссальные деньги там зарабатывают, выходят из рынка через обменники, никто ничего не знает. Поэтому, а? А про американские деньги, нужно говорить. Да, извините. Вот, поэтому, как бы, за эти деньги тоже будут спрашивать, а государству только в плюс, если ты не сможешь подтвердить, откуда у тебя миллион долларов, они скажут, ну, извини, тогда вот мы у тебя налог возьмем, ну, или сумму вообще заберем полностью. Поэтому, как бы, ну, налог в любом случае они возьмут, я имею в виду, что сумму могут полностью... Смотри, ну, вот тогда подскажи, я не знаю, есть ли у тебя в этом компетенция? Вот ты, допустим, условно говоря, живешь в юрисдикциях, там, бирж, мы уже поняли, что твои криптокошельки накачивают тебе... Накачивают рынок, но... Вот, допустим, Турция, допустим, Россия, допустим, Сингапур, Америка. Ну, в Америке я понимаю, как официально выйти, то есть ты тупо с криптобиржи, крипто.com, либо Coinbase, выводишь на свои банков Америка пиатные аккаунты, и вот эту разницу, которую ты заработал, там, твой профит, ты платишь с нее налог, условно говоря, там, в Калифорнии определенный, в штате, в другом штате другой. Как это делать в России? Нету регуляции. Как это делать в Турции? Вот, ну, вот расскажи, Аня, как я делаю выйти в разных юрисдикциях, я имею в виду. Ну, в России нет регуляции конкретной, но там и не запрещено. Если ты для себя выводишь эти деньги, ты просто, как бы, выводишь через P2P, допустим, или... Ну, надо советоваться, на самом деле, с юристами, как правильно выводить. Я уж точно не знаю, но если ты вывел, допустим, через P2P, ну, через P2P можно большие деньги вывести, просто тебе банк задаст вопрос, откуда деньги. То есть, соответственно, как бы, подтверждаешь, откуда у тебя эти деньги, плачешь налог. Даже если ты, я думаю так, что даже если ты вышел через какой-то обменник, то, ну, тебе ничего не будет за это, что ты вышел через обменник. Этому обменнику надо беспокоиться, чтобы с ними ничего не сделали, потому что они ведут серую деятельность, то есть, это уже банковское лицензирование должно быть по обмену, а вот в этом нету никакого регулирования. Поэтому, если условно ты даже через обменник вышел, ты пришел в налогу и сказал, вот, слушайте, я вот, вот у меня, я продал квартиру, вот у меня такие-то деньги, я их завел в крипту, вот я столько-то заработал, вот я со своего дохода плачу там 13% налога. Все, они тебе вопрос никаких не зададут, если ты все подтвердил, и все, и тебе никто ничего не сделает. В Турции, ну давай, давай. В Турции, сейчас вообще, как бы, тут вообще нулевой налог пока, то есть, ты заработал и не платишь ничего. То есть, мне легче приехать в Турцию и там вывезти. В Турции вообще у тебя никто ничего не спросит, но ты же не гражданин Турции. Тут, если, допустим, смотри, тут как можно быть, ты вывел в Турцию без процентов, приехал в Россию, да? Если у тебя большие деньги, ты в Россию с ними не заедешь, скажешь, вот, на карту положить тоже не сможешь. А как бы, если будешь как-то их переводить, стараться, ну, то это тоже, вот, возникнет вопрос. В любом случае, вопросы будут. 300 долларов везде лежит, вот, в скрипте, валютных парах, у меня нет больших денег, официально заявляю. Ну, тогда, тогда ты можешь спать спокойно. Ну, слава богу. У меня тоже нет больших, у меня откуда, у меня вообще, я, смотри, сижу, в футболке, в одной хожу, открытую заявляю. Смотри, еще тогда последнего. Благодарю, да, классно, в принципе, ты объяснил. Есть возможности, просто чекайте, вот, допустим, мы знаем, что есть в Маврикии остров, да, там есть своя юрисдикция, там тоже есть уже обменники, ты можешь в Маврикии на остров прилететь, там попытаться через обменники снять, там, кэш, купить себе что-то, ну, то есть, дофига вариантов, как в белую. Вариантов куча, просто надо, самое главное, чтобы вы смогли подтвердить свои деньги, если вы это можете сделать, то вообще беспокоиться не о чем. А если у вас деньги какие-то непонятные, откуда-то вы заработали нечестным путем, то, соответственно, и к вам вопросы будут, поэтому вам надо искать, ну, либо искать место, где их можно без, без какого-то надсмотра вывести, чтобы этого никто не узнал, и тратить они в России. Бусловно говоря, у меня есть в области дом, у меня бабушка выращивает морковку, огурцы, вот, ну, бабушка продает, она предприниматель, вот, за прошлое лето получила 150 тысяч долларов, заработала, конвертнула. Морковки. Доллары. Тебе скажут, слушай, тебе скажут, сынок, ты почему тогда морковь не продаешь еще? Бабушка твоя, Ваня, ты. Зима, кончился цехл этих денежных потоков, и поэтому так. Последний вопрос, Ваня, очень интересно, я прям на крутой энергии такой, классно, что мы инвестировали свое время в этот разговор. Себя, в эту беседу. Вот смотри, меня очень напрягает, и я знаю, ты тоже это прям разделяешь, этот вопрос. То, что вот Бинанс, сейчас его штрафанули, да, на 4 миллиарда долларов, или CEO Бинанса, да, кто штрафанул централизованный орган, ну, то есть, американская юрисдикция. Вот, меня что поражает и раздражает, то, что я могу себе представить и принять, что Бинанс что-то делал неправильно. Я не понимаю, откуда складывается именно 4 миллиарда, а не 2. Кто это может проверить? Почему нету над органа какого-то, над этой Security Exchange Commission, на какой-то другой, почему, допустим, казахстанская какая-то компания, которая может сказать, я вот аудит, давайте я сейчас делаю аудит на Security Exchange Commission. Почему, ну, типа так вот, почему мы все-таки доверяем, ну, окей, 4 миллиарда, ну, и все, и окей, значит, это так. Ни у кого сомнения не возникает, что там есть какие-то, может быть, свои, ну, выгодки. там есть, там они как раз-таки есть, поэтому, ну, я же говорю, финансовый рынок, любой финансовый крипторынок, он так устроен, что большой капитал правит балом. Америка – это большой капитал. Ну да. Это самые крупные корпорации, они управляют большим объемом капитала, они регулируют любую юрисдикцию, потому что большинство стран завязаны на долларе. Доллар – это валюта Америки, экономика ведущая у Америки. Все законы принимаются оттуда, поэтому, ну, нечего удивляться, как они решили, так они могут и сделать. И, к сожалению, вот только сейчас начинается какое-то разделение БРИКС и западный мир, поэтому посмотрим, к чему это приведет. Но Америка, она впереди планеты всей пока, и по технологиям, и по экономике, даже, несмотря на то, что там не очень все хорошо сейчас, но, как бы, нечем удивляться. Это тебе птички напели, что там не очень все хорошо? Как это? Я эксперт просто, я знаю все. Не, ну, слушай, ну, как бы, сейчас, какую страну не возьми, везде экономика страдает. После ковида она еще даже не успела остановиться, как войны начались, поэтому, ну, что тут говорить, кризис. То, что рынки сейчас растут, люди не понимают, что финансовый кризис, он еще не начался, он понакатанный, то, что поднятие ставок были, и везде не хватает ликвидности, в рынках ликвидность только убывает. Рынок растет сейчас, акции, он на хаях. За счет чего растет? За счет только сектора финтеха. Это Apple, Google, Microsoft, Amazon и так далее. Имеешь в виду про S&P 500? Про S&P 500, да, про крипту, то же самое все. Манипулятивно, на мой взгляд, разогнали все это, чтобы вызвать какую-то жадность на рынке, чтобы люди начали залетать. Люди же не покупают внизу, люди залетают на хаях, и сейчас они начнут распределять. Вот, и им нужны будут деньги, они будут сейчас. Они уже большие деньги затратили, чтобы разогнать это все. Так что они сейчас еще чуть-чуть потратятся, и будут, они же видят, начинают ритейл-инвесторы, такие люди простые, как мы, покупатели, нет, уже начинают. Также мелкие, крупные, мелкие, крупные, мелкие фонды начинают покупать инвестиционные. Поэтому они все делают правильно, они делают в угоду себе, чтобы заработать большие деньги, чтобы разгрузить те позиции, которые они набрали в период как раз-таки этого медвежьего рынка. Поэтому... ну просто у меня, у меня просто есть такая вот мечта, типа воображение, когда вот казахстанская компания, условно говоря, security exchange commission в Казахстане скажет, вот крипто.com нарушила такие-то правила, вот здесь неправильно была торговля, вот вам 500 миллионов тенге штраф. Не, они могут так сделать, не, если, допустим, смотри, комиссия любой юрисдикции, там, допустим, в Казахстане Binance вот торгуются, они могут их оштрафовать, если они нарушили закон, конечно, могут. Binance, да. А, видишь, Coinbase, Coinmar, допустим, Crypto.com, у них нету, их представительства в Казахстане нету, Если, смотри, каждой бирже, чтобы торговаться в какой-то юрисдикции, им нужно получить лицензию. У каждой юрисдикции свои правила. Если эти правила нарушены, если они выявлены, то, соответственно, они накладывают на них штраф, либо отзывают лицензию. Но много же случаев у бирж, допустим, там, из-за санкций, из-за чего-то еще, там, одна биржа уходит из этой юрисдикции, та начинает работать наоборот с ней. Ну, это же конкуренция, обычная конкуренция. Кто-то кому-то угождает, кто-то что-то нарушает, поэтому это, ну, это обычная, обычная ситуация. Слушай, я благодарю за то, что ты мне сегодня угодил. Вот это уведомление, эфириум растет на 4,5%. Это же сколько? Ну, я за 2-4 часа. Ну, в принципе, рынок, ну, нормально себя чувствует, мне нравится. удовлетворение НТО. Ой, мне вообще нравится. Слушай, альты сейчас проснутся, пожалуйста, люди, только не залетайте, альты начинают просыпаться, мне это нравится. Я прям смотрю и радуюсь вообще. Но досидят, самое интересное, что вряд ли 90% досидит до самого основного роста в альтах. Люди до сих пор сомневаются, что будет альтсезон, и это хорошо. Пусть сомневаются, потому что люди уже, я вижу, по комьюнити, что уже начинают выходить с рынка, поэтому пусть выходят. А мы постараемся пролететь на ракете как можно дальше. Главное, вовремя выйти. Если вы подписаны на Телеграм, на Ютуб, канал Ивана и мой... Телеграм... Какой Телеграм-канал Ютуб? Ничего нет. Он сейчас создает по моей просьбе, потому что он реально много очень информации. Не, давай так, давай так. Если у тебя под видео этим люди попросят, чтобы я делился каким-то своим мнением, и может быть, я могу в принципе людей даже бесплатно на начальном этапе как-то вводить в крипту, но мне не сложно. Мне самому в принципе интересно поработать, повзаимодействовать с людьми, которые хотят, у которых есть реально интерес разобраться. Не которые просто хотят чисто заработать, а которые хотят разобраться, я бы даже... Есть избыточный капитал от 10 миллионов. Ну, это было бы вообще супер, конечно. Там можно поработать очень плотно. А так, шутки шутками, но реально, если... Пишите в комментариях, если вам реально зашло видео, и хотите, чтобы я, допустим, делился мыслями, или мы с Максимом делились мыслями, то я буду это делать. Так просто надобности не было, на самом деле, я полностью в рынке, время на самом деле не особо, я и тем, и тем, и тем занимаюсь. Вот, в совокупности. Поэтому... А еще, кстати, Эдварда Сноудена же все знают? Да. Вот, он тут интересный пост вчера опубликовал, что... Сейчас я процитирую, подожди, чтобы не быть голословным. Сейчас... Эдвард Сноуден. Где он у нас, дружочек? Вот. Он вчера написал, что в этом году станет известно, что правительство какой-либо страны покупало биткоин, как современную замену монетарному золоту, не раскрывая этого факта публично. То есть, он говорит о том, что страны, много стран причем, покупали биткоин, но не разглашали об этом. Поэтому... Правильно я это разглашал и говорил официально? Что? Сальвадор. Правительство Сальвадора. Это официально... Да, и как раз-таки на Ибу Келе, президент Сальвадора, он сегодня тоже написал пост, что сначала все кричали, что Сальвадор поступает неправильно, что это неправильно так делать. Они же вообще сделали законным платежным средством биткоин. А он написал, что где вы, где вы эти актеры, которые говорили, что мы сделали неправильно. Если я сейчас все распродам, у меня прибыль типа 50 процентов. Почему вы сейчас не говорите, что мы поступили правильно? Теперь у нас есть программа, типа по получению гражданства за инвестиции, и люди типа к нам едут. Но он реально, он сделал рискованный шаг, и он оправдался. Вот. Поэтому я думаю, что Сальвадор имеет огромные перспективы. если биткоин не обнулиться, что такое тоже возможно. Но тогда я думаю, что страны, которые предприняли попытки в легализации биткоина, и тем более уж сделали платежным средством, я думаю, у них огромные перспективы, и они очень много денег заработают. И при принятии еще ETF, это прямая дорога к большему количеству денег, к легальному поступлению больших капиталов в рынок. Поэтому... Не только в биткоине, но и в других активах. Не, ну пока ты ETF на биткоин, вот эфир еще в мае это двайн у эфира, поэтому посмотрим примут. Нет, Гарри Генслер, он уже любит чудить. Ну, я думаю, что он делает просто то, что ему говорят, просто играют свою роль. Вот смотри, только мы про искусственный интеллект сказали, вот фэтч, по счастливой случайности, он у меня есть в портфеле, он растет очень хорошо. Прям очень хорошо. Я очень рад. Слушай, я тебе могу пожелать удачного альткоина, альтсезона. Альткоина. Удачного альткоина. Борай свою морковь, и все будет у тебя хорошо. Благодарю за то, что был на этом подкасте с нами. Пишите в комментарии любые вопросы, мы с вами сделаем следующий выпуск, если будет больше 20 комментариев. Можно даже, знаете, как сделать, можно пишите вопросы, которые бы вы хотели обсудить в крипте или, допустим, в финансовой сфере или в сфере искусственного интеллекта. Ну и пишите, как раз таки, просто пишите нам, мы будем общаться. В неделе, если будет спрос, то сделаем еще один. Да, я вообще, на самом деле, давно планировал вести какую-то медийную деятельность, публичную точнее. Поэтому, если вам хоть как-то срезонировало то, что я говорю. Давайте поддержим. Просим, просим. Напишите им в комментариях что-то хорошее. Ну и вообще все, что вы хотите знать по этому полю, виду деятельности. И все будет хорошо. Мне уже звонит бабушка, говорит, что... О, Марковь, поспела. Ордовка созрела. Все, всем хорошего дня. Все, всем пока, пока, пока.